Петелька за петелькой эти брутальные руки вяжут свое лучшее будущее. Таким необычным образом заключенные одной из тюрем на востоке Бразилии приближают свое освобождение. Каждые три дня работы уменьшают оставшийся им срок на один день, а заодно и помогают арестантам накопить стартовый капитал на новую жизнь после освобождения. Такой проект придумала местный дизайнер Ракель Гимараес. В 2009 году она искала вязальщиков для расширения производства своей линии вязаной одежды. Квалифицированных работников ей найти не удалось, и Гимараес обратилась в отдел социальной защиты с предложением нанять и обучить заключенных. Мне понравилась идея поискать трудовые ресурсы в тюрьме. Теперь кофточки, связанные бразильскими арестантами, раскупают модницы из США, Японии, Франции и других стран. Научившись ловкоорудовать спицами и крючком в тюрьме, многие и после освобождения продолжают работать на ту же дизайнерскую фирму, получая образование и продвигаясь по карьерной лестнице. Например, бывший грабитель Таверас теперь работает в финансовом отделе. Это подняло самооценку заключенных, причем всех, а не только мою и моих коллег, и открыло двери для трудоустройства всех остальных. За четыре года работы программы в ней приняли участие около ста заключенных, и скоро в этой тюрьме откроются еще 15 вакантных мест вязальщиков, так как нынешние работники выходят на свободу. Субтитры создавал DimaTorzok